Выучить несколько основных правил поведения на дороге просто, а вот выработать у детей навык этим правилам следовать намного сложнее. Только многократное повторение этих, казалось бы, прописных истин дает положительный результат. Сегодня во всех учреждениях пройдут и конкурсы, и выступления гидбригады, где-то пройдут конкурс рисунков на асфальте, будут задействованы и велосипеды в конкурсах. Я думаю, что дети за лето научились как следует ездить на велосипедах, поэтому сегодня ребята покажут то, что они умеют, и инспекторы ГИБДД напомнят им правила дорожного движения. В шестом лицее занятия по дорожной грамоте прошли во всех классах, но особое внимание уделили малышам. Лицейская гидбригада, занявшая, кстати, второе место в районном конкурсе, подготовила для них специальную развлекательно-профилактическую программу. В этот день сюда, как и в остальные образовательные учреждения района, пришли сотрудники ГИБДД и объяснили необходимость соблюдения правил и ношения в темное время суток световозвращающих предметов, например, стильных браслетов. Мы напомнили ребятам, как ежедневно беречь свое здоровье. Им каждому подарили фликер, который будет, конечно же, их путеводной звездой на всех наших, к сожалению, небезопасных дорогах. Мы желаем им, прежде всего, удачи, успехов и чтобы их все учебные дни были такими же яркими. На улице для юных лицеистов мастер-класс организовали представители картинг-клуба. Специалисты еще раз в игровой форме закрепили у ребят базовые знания правил поведения на дороге. Сейчас у нас проходит в Одинцовском районе оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». В рамках этого мероприятия мы сегодня проводим такие акции, как посвящение первоклассников-пешеходы. Во все образовательные учреждения, школы и сады вышли сегодня наши инспекторы ГИБДД. Во всех школах у нас образован отряд юных инспекторов движения, они нам тоже сегодня помогали. А в Одинцовской средней школе номер 9 имени маршала Неделина в актовом зале развернули целый автогородок со знаками и дорожной разметкой. Поставили театрализованное представление и провели викторину, призами в которой служили светоотражающие стикеры. Впрочем, их потом раздали всем ребятам вместе с дневниками школьника Подмосковья, посвященным именно вопросам дорожной безопасности. К началу учебного года здесь полностью обновили и тематические стенды. Сейчас очень большое внимание уделяется и работе с родителями, потому что именно семья закладывает правильное поведение ребенка на дороге. И в этом году мы планируем провести большую работу с нашими родителями, потому что приобретение светоотражающих элементов, детских удерживающих кресел у автолюбителей. Это очень важная тема и безопасность наших детей зависит прежде всего от воспитания в семье. За 8 месяцев в районе в зоне ответственности Одинцовского отдела ГИБДД произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 8 детей. Так что продолжать такую профилактическую работу жизненно необходимо. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.